Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Путь» о православии в нашей жизни. Сегодня у нас есть прекрасная возможность вспомнить о наших замечательных красивых местах, о Нежском крае и жемчужинке в Белом море и Кийском острове. Здравствуйте, батюшка, благословите. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях московский священник, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, того самого храма, где хранится некогда самая великая святыня Кийского острова, Кийский крест, подаренный некогда патриархом Никоном крестному монастырю. И вот сейчас мы с вами посмотрели фрагмент фильма, который был снят этим летом при участии нашего гостя, отца Александра. И мне бы хотелось, батюшка, у вас спросить о ваших впечатлениях, о вашей поездке на Кийский остров. Я на Кийский острове был не в первый раз в этом году. И так я замечал, что люди, которые единожды там побывали, стремятся оказаться вновь и вновь. Это такая форма доброго инфицирования Кийским островом, который, конечно, завораживает по-хорошему. И для меня было удивительным узнать, что у нас нет документального кино, снятого о Кийский острове. Слава Богу, в состав той компании, с которой я путешествовал, входил режиссер Максим Гуреев, известный режиссер не игрового кино, а игрового. И как-то сложилась идея, что нужно снять фильм, который и получил название «История одного паломничества». Мы готовились к этой поездке. Ее центром стало совершение на Киострове Божественной Литургии архиерейским чином. Вот по всем подсчетам получается, что это никак не чаще сейчас происходит, чем раз в полтора-ста лет. И последний раз, наверное, 100-150 лет назад такая служба была совершена. А это полагает начало надежды на то, что постоянное присутствие церкви, постоянная церковная богослужебная жизнь на Киострове восстановится. Отец Александр, ну вот на состоявшихся недавно у нас в Архангельске рождественских чтениях вы модерировали секцию, которая называлась «Русские монастыри и их стратегическое назначение», если так примерно обозначить. Вот как вам видится действительно будущая роль Киевского монастыря, уже возрожденного в истории, в стратегическом развитии нашей России, нашей православной церкви? Замысел Никона, патриарха, был очень простым. Это часть такой силовой дуги, которая отбрасывает всякую недобрую силу на крайнем севере России. А здесь патриарх Никон, представляя себе развитие России на север, северо-запад, выстраивает свои монастыри таким образом, чтобы вокруг них собирались люди с тем, чтобы больше не бояться сатаны. И роль Киев, мне кажется, определяется замыслом Никона, а в смысле значения для Архангельской земли это совершенно недооцененный алмаз в короне Архангельска. Ну, я думаю, что многие телезрители, вот слушая наш с вами разговор, задают уже так про себя вопрос, поскольку Киевский крест находится у вас в храме, и я знаю, что он появился там в начале 90-х, ну вот и ваш такой искренний интерес к Киевскому острову, нет ли каких-то намерений и планов о передаче этой святыни? Когда Киевский крест путешествовал из Москвы в 1657 году, он делал многочисленные остановки, и там срезались, срубались точные копии и оставлялись в благословении. Ну вот, и мы знаем, в Онегии существует такая копия, сейчас находится в Троицком соборе города Онега. Сейчас нет ни условий для его хранения, да и что греха таить, сколько людей увидит его в течение года и так далее, но мне кажется, вот связь Киостровского креста, ныне находящегося по воле Божией в Москве, и монастыря должна существовать. И вот наше такое искреннее сердечное желание, мы видим поддержку со стороны митрополита Даниила, оказывать помощь епархии в том, чтобы Киевостров восстанавливался. Добавлю немножко рассказ о том, что в Онеге тоже воссоздан, по сути, Киевский крест, он сейчас называется Онежский крест. Занимался этим Братерия Александр Коптьев очень долгое время, очень искренне. Он по всей России, за рубежом собирал мощи, частички мощи святых угодников, святыни привозил с благословенной земли. И, в общем, таким образом сейчас действительно воссоздана святыня, и она почитается, и более того, совершаются чудеса, вот по свидетельствам прихожан. Мы служили молебену этой святыни во время нашего паломничества. Говоря о Киевострове, о нашем русском севере, невозможно не вспомнить патриарха Никона. И более того, вспомнить таким образом, что наша современная жизнь, она как-то связывает уже те события, которые происходили в его время, в его служении. И вот такой вопрос. Патриарх Никон, конечно же, остался в памяти и в истории тем, что настаивал на превалировании церкви над государством, отстаивал модель, которую мы сейчас называем папцезаризм. И не возникает ли у нас неких, скажем, опасений в нашей современной ситуации церковной, когда мы видим, что официальная церковь возрастает в своем значении, в том числе и в государственном масштабе, не повторится ли, может быть, не очень, скажем, хорошая история, которая произошла в результате вот тех устремлений патриарха Никона. Я не вижу признаков способности современных церковных лидеров вести себя так, как ведет вел патриарх Никон. Для этого нужно обладать даром патриарха Никона, харизмой патриарха Никона. И я не вижу и соответствующего стремления, честно говоря. Бывают очень неудачные случаи, когда пытаются задействовать инструменты государственного воздействия. Такие попытки существовали всегда. Церковь никогда не была в безвоздушном пространстве, она всегда находилась в условиях государства. Такие попытки всегда были позорными. Или очень часто были позорными, потому что церковь, вернее, не церковь, а те, кто от ее имени действовал, забывали о том, что она является организмом духовным. Если будут попытки опираться на государственную власть и звонить в полицейский околоток в связи с какими-либо, будто бы, оскорблениями религиозных чувств, это очень плохо. Религиозные чувства оскорбить невозможно. А вот утратить уважение общества можно сделать очень легко. Те, кто идет на попытку опереться на плечо государства, подставляют церковь. Знаете, отец Александр, конечно, беспокоит та ситуация, которая складывается буквально в наши дни, когда заголовки наших интернет-сайтов, в социальных сетях пестрят не очень красивыми, скажем так, словами в адрес священноначалия. И даже у людей верующих возникает некое внутреннее, можно назвать, наверное, осуждением. Вот как нам в этой ситуации решить эту проблему духовно? Ну, надо, конечно, разбираться с тем, что именно произошло. Как у Салтыкова щедренно сказано, от него кровопролитиев ожидали, а он чижик съел. Но если речь идет о чем-то недостойном внимании, от таких вещей тоже очень немало. Вот какие-то там вклады, какие-то завещания. Но это просто недостойно применительно к любого уровня людям обсуждать. Мы же не обсуждаем, что у нас друг у друга на сберкнижке как-то даже неловкость вызывает. Если же речь идет о поведении того или иного церковного чиновника или деятеля высокого ранга в действующего от имени церкви, то нужно понимать, насколько это соотносится с Евангелием. И это может быть предметом обсуждения, дискуссии и несогласия. И мне кажется, в этом случае, если ты ведешь себя сообразно Евангелию, заповедям блаженства, твоя совесть будет чистая. Это не значит, что нужно закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Но ты должен понимать, что для тебя твое личное спасение никакими людьми ограничено быть не может. Спасибо вам огромное за то, что нашли возможность пообщаться с нами, прийти к нам. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok